Музей-усадьба Чернышевского вошел в новую программу спикера Госдумы Вячеслава Володина по сохранению историко-культурного наследия. Всего в этом списке 23 объекта. В рамках региональной недели федеральный политик посетил старейший музей. Какая улица была до того, как она стала улицей имени Николая Гавриевна Чернышевского? Здесь нокдон. Видите? Вот так вот. Ну, это наша вина. Царицынская. Напротив жил. Напротив, вот на углу. Вот так. Да. С начальником управления мы были с ним. Вот да. У него, правда, окна выходили в прилегающую улицу, а я все время на вас смотрел. Сейчас мы с вами находимся в парадной части дома. Вячеслав Володин вместе с музейными работниками осмотрели здания, которые нуждаются в реставрации. Спикер отметил, что сейчас по всем объектам разрабатывается проектно-сметная документация, после чего станет понятно, сколько необходимо средств на реставрацию. Работы планируется начать уже в следующем году. Вячеслав Володин поддержал идею краеведов создать фонд открытого хранения, чтобы люди могли ознакомиться с экспонатами, которых в музее насчитывается около 60 тысяч. Это на самом деле уникальный комплекс, потому что это то, что, пожалуй, вот в таком виде, наверное, в единственном сохранилось в городе, несмотря на то, что является муниципальным, сохранность его велика. Просто нужно взять и помочь, чтобы все эти здания получили новую жизнь. Все-таки им уже 200 лет, другим около 200 лет. Поэтому для нас крайне важно, чтобы этот музейный комплекс был сохранен. Потому что это больше, чем просто дом Николая Гавриила Чернышевского, где он родился, или дом его близких родственников Пыпинах. Да, этим домам уже по 200. Но эти дома, кроме того, что нам на свет дали такого замечательного философа, демократа, революционера, писателя Николая Гавриила Чернышевского, это часть Саратова. Следующая точка визита – набережная. Там идет строительство третьей очереди. Начало работ долго откладывалось из-за наличия лодочных баз. В этом году переезд стоянок маломерных судов завершен. Теперь лодочники базируются в районе поселка Улиши и Юриш. На данный момент мы вот на вот этом участке сдемонтировали железобетон старый. И сейчас с первого числа, как только запрет, рыбники сейчас запрет, нельзя работать. С первого числа сразу приступаем к работам по морской части. Построить набережную, оборудовать здесь пляж – это всего лишь даже не полдела. Это где-то, может быть, процентов 25-30 нашей задачи. Все остальное нам необходимо будет делать и оборудовать вот уже на суше, на той части, которая должна в себя включать и развлекательные, и культурные объекты, и спортивные могут быть объекты. Что мы видим в первом этапе? Это создание, конечно, всей пляжной инфраструктуры для отдыха. Это услуги для детей. То есть мы планируем сделать в последующем и фонтаны, и такие маленькие аквапарки для ребятишек. Конечно, это зоны для питания, конечно, это зоны для отдыха. Вот давайте, может быть, посмотрим, чтобы все-таки здесь зона была исключительно пешеходная, чтобы здесь зона была для отдыха. И вот эти вот стоянки и так далее, их надо вверх. В первое число, как только получим разрешение на работу в воде, сразу приступим. И я думаю, надо будет посмотреть где-то в сентябре, что мы успеем сделать. А договорные сроки – ноябрь следующего года. Есть просто производственные процессы, которые никак не успеют. Нет, это я как раз понимаю, технологический процесс в первую очередь, тем более у вас много бетонных работ. Бетон должен выставиться, технологии не должны нарушаться, потому что у нас есть пример, который все вспоминают и все ищут тех строителей, которые вот ту предыдущую часть набережной конструировали, где проваливается грунт, проваливается асфальт. И возникает вопрос, а что же здесь делали-то? Брак или качественная работа? Все изыскания проведены, мы обследование полностью провели, объекты. Есть, конечно, рабочие вопросы, решаем в установленном порядке, нам все про это известно и понятно. А все-таки вот вы скажите, как люди, которые решаете эту задачу, почему обвалы грунта и, соответственно, дорожного покрытия происходят на примыкании к стенке? Тут много причин. Может быть, тут даже и не вина строителей. Они, может быть, основание подготовили, но мы же не знаем, что там. Геология разная и, может быть, провалилась по этой случайности. Сейчас сказать сложно без проведения экспертизы. Ворон, ворону глаз не выкрутится. Понятно. Ответ корректный. Так, есть. Будем надеяться, что те, кто придет после вас, также скажут в отношении вашей работы. Но лучше, чтобы ничего не проваливалось. А это уже заводской район, жилой комплекс «Авиатор». 15 многоквартирных домов. Строится еще 10, а школы нет. До ближайших учебных заведений детям приходится добираться за несколько километров. Участок под строительство новой школы выбран. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Ну, по срокам. Начало строительства. Окончание. Окончание строительства. Многое зависит от города. Поясню, почему. Потому что та работа, которая проделана, позволяет говорить о том, что средства могут поступить уже в июле месяце. Но они поступят только в том случае, если будет проект. Насколько мне сказал Валерий Васильевич Радаев, что проект по этой школе вторичного применения, он должен быть готов к 25 июля. Концент, да? В этом случае, 25 июля, проект должен быть представлен Министерству просвещения Российской Федерации. И средства, которые поручил председатель правительства выделить на эту школу, мы надеемся, что придут где-то в ближайшие недели от момента подачи этого проекта. Город в этом случае должен провести конкурсную процедуру. Сейчас эти процедуры сокращены где-то до 20 дней приблизительно. Значит, работы должны начаться в сентябре. А завершенные они должны быть, можно будет ее ввести в эксплуатацию до следующего учебного года. То есть, вот эти сроки, они реальны. Школа номер 5 в заводском районе. Она нуждается в ремонте и расширении площадей. Здесь обучаются более 1200 детей, хотя рассчитана она всего на 800. Жители обратились за помощью к Вячеславу Володину. На 60% школа перегружена. Поэтому задача нам сделать так, чтобы на 1200 мест школа была рассчитана. Для этого необходима пристройка. Куда мы вот планируем? У нас, если от школы смотреть в ту сторону, 112 метров. И отпираясь от этого забора до того, забора еще 115 метров. То есть, практически квадрат. Раскрасу достаточно. Хорошо, когда мы с Вами пристройки строим. Конечно, хорошо. Когда наоборот, школы закрываются, когда думают о том, как часть свободных площадей чем-то занять. Вот это вот у нас тоже присутствует. Потому что это малокомплектная школа, это сельская школа. Хотя проблемы есть. Мы нашу школу очень любим. Поэтому... Не учились. Да. Дети уже некоторые закончили. Хорошо, что сюда все хотят приходить учиться. У нас очень хорошие педагоги. На самом деле, у нас очень хорошие родители. Дети у нас хорошие. У нас сколько достижений. И в спорт. Какие родители, такие дети. Конечно. А то, что мы первые места... Какие педагоги, такие родители. По России не понимаем. Последней точкой визита стала Елшанка, где завершается возведение многоквартирного дома для обитателей местных бараков. Здание обещают сдать в августе этого года. Темпы работ спикера парламента не устроили. Мы когда можем сдать дом? Мы заканчиваем строительные работы в 32-м году. В 1-м август. Все строительные работы. А сколько сейчас работают? 50-х. 150-х. Если вы прибавляете еще четверть, вот как раз вы уходите. Потому что без увеличения у вас, исходя из того, что я видел, есть запас дон. У вас есть все. Финансирование у вас есть. Оно тем более у вас авансовое. У них есть все. Вот все то, что им нужно. Вот что нужно еще, на самом деле. Ничего не нужно. Ничего не нужно. Организуйте. Но это, кстати, в нашем саратовском строительном комплексе повсеместно. Какая-то такая расслабленная. Качество, качество. Необходимо, чтобы качество не пострадало. Ну, качество общественного совета проверяло. Качество мы смотрим. Смотрим, да? Да, четыре дня назад мы приходили с Татьяной Петровной. Качество вы смотрели, да? Да, качество смотрели. Мы смотрели все, абсолютно. Проверяли и штукатурку, и линолем, и обои, и двери. Как строитель со стажем, вы скажите, замечаний по качеству есть у вас? Вот. Книл непосредственно нет. Поликлиника, Леонид Александрович. Расскажите, что с поликлиникой? Ну, как хорошо. Поликлиника, я думаю, что мы на Новый год примем пациентов. Примут они, а мы присутствуем. Первым сентября... Концент года вы закончите? Нет, первым сентября мы закончим кладку. Идем вовнутрь. Месяца полтора на отделку, и, наверное, с месяца монтаж оборудования. Вот у нас поликлиника. Посмотрите, вот. Вот поликлиника. Вот жилой дом. Вот благоустройство внутри. Вот то, что мы говорили. Детские площадки для маленьких, для среднего возраста детей. И вот общее благоустройство. И вот, Вишневич. Да. Вот этот вот крупный тротуар показан стрелочкой. Это то, как мы делаем для наших ребятишек подход и в садик, и в школе. А дорогу уже будем делать потом, потому что у нас вывоз домов и мусора. После строительства и переселения. Вот тут будут готовы к первому августа площадка для парковочных машин. На следующее лето, когда мы поликлинику снесем благоустройство, у нас вот здесь будет еще целая серия, ну, такая, там, на несколько десятков машин парковочных машин. Можно просто пояснить, вот в первую очередь парковки вот здесь, и вторая очередь вот здесь. Давай. Норматив. Вот, вот, вот над чем заниматься. , вот, вот. Продолжение следует...